итак новое утро начинается с того что стенка то также и стоит все никуда ничего не обвалилась так что все классно настюха готовит завтра каша малаша боленчики риттер спорты смотрите какие крутые йогурт ежевика и розовый грейпфрут я предложили в комментариях сделать сердечко и настя пользуясь шансом начала именно с этого свое утро сейчас делается здесь как его а я ее и 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 я как это бледненький просто маленько всем бледненький она еще что-то решила намазать епс туда туда маленько не можешь сейчас так не это точно любовь Настя я тебе говорю тоже это точно любовь это стопудовая любовь потому что капец сколько мне приходится испытать ради того чтобы ты была довольна так ершиком я все-таки смог оттереть ершиком как его ершиком ершиком и перекисью водорода фух друзья тяжелый день сейчас монтировал видео на основной канал все смонтировал наконец-то сейчас буду главного эксперта звать чтобы он оценил Анастасисия местная редактура извините не снял ее лично отменила этот ролик поэтому он выйдет наверное позже сейчас мы для основного канала все-таки подготовим что-то более качественное интересное вот такой вот вердикт к сожалению ролика на основной канал нужно будет еще подождать 120 а все остальные поселки сегодня женский день ребята Паша сказал так мы уже домой пришли и сейчас покажу вам что мы купили что же мы купили мы купили всякую фигню для маникюра у меня закончилась база и той которую я люблю не было в магазине так что я хочу попробовать вот такой вот биогель от патристи не не знаю как он будет сказали что хороший и вот такой вот такую базу для гель лака она не каучуковая но она очень густая сегодня буду кстати снимать девчонки видео на свой канал все кому интересно то мне уже надо видеть и ногти переделывать там печальная история и в общем-то вот что я купила о моё иди одевайся они будут здесь снимать смотрите что Паша ест я худею это он опять не ставит он тогда не ставил и я снимала вот такой вот он вот такой вот он даже с пола можно съесть вкуснее даже вот так вот ребята ребята Пашка уехала на футбол я осталась одна дома сейчас нужно будет приготовить ужин и покажу вам что вообще буду готовить мне будет все очень-очень просто буду готовить сегодня пасту с фаршем беру фарш у меня говядина из свиньи нарезаем лук нарезаю помидорку с и и и и и и и Так, пока фарш вжаривается, беру блендер. Беру помидоры, отправляем туда лук. Пока там все жарится, парится, мы берем раковку, нарезаем ее. Нарезаем для того, чтобы измельчить. У кого нормальный блендер, то лучше просто в нормальном блендере это все сделать. Пускай пока все это дело готовится. Сегодня я хочу поговорить с вами немножечко... Нет, не на тему свадьбы, не на тему диплома, а сегодня я хочу с вами поговорить о спорте. О том вообще, как я питаюсь, как питается Паша и к чему мы хотим прийти. Во-первых, мы запустили себя. Мы много едим, очень плохой еды. Паша стал очень много чипсов есть, но хотя он их и ел. И до того, как мы не жили вместе, он, конечно, был подтянутый. У него не было живота. Да, Паша? У него не было живота. Но сейчас мы начали жить вместе, я не знаю, то ли я на него так повлияла, то ли потому, что мы как-то вместе постоянно сидим, едим. Ну, не знаю. Надо себя приводить в порядок, надо себя приводить в форму обязательно и поддерживать себя в форме. Я не считаю себя толстой и я считаю себя просто, наверное, не подтянутой. Я хочу, чтобы у меня было тело подсушенное, рельефное, чтобы у меня была накачанная попа, чтобы у меня был виден пресс. И на самом деле это очень-очень важно. Все зависит от питания, это в первую очередь, а потом уже от тренировок. Я хочу поставить именно сейчас, именно сегодня. Перед собой цель, хотя я сейчас и поела так-то, шоколадку съела. Блин. Ладно, завтрашнего дня. Точнее, нет. Прямо сейчас, вот с этой минуты, когда я записываю это видео, я хочу взять себя в руки и хочу сделать себе лично такой как челлендж, чтобы я следила за своим питанием. Чтобы я расписывала, что я ем и буду вам показывать, потом буду делиться с вами. Может быть, так будет для меня как-то прогрессивнее. Может быть, это будет для меня как мотивация какая-то. Очень буду стараться следить за своим питанием. И совсем скоро будет тепло. Я смогу наконец-то заниматься на улице. Я безумно вообще хочу заниматься на улице. Дома, конечно, это не то. Дома никакое кардио, ничего такого нет. Дома только можно там поприседать, покачать пресс. Конечно, есть множество упражнений, но я бы хотела побегать, больше бегать. Если вы хотите тоже похудеть, то пишите. Можно как-то вместе все сделать. Как небольшой такой не проект, а рубрику на этом канале. Буду показывать, что я вообще ем, как мы тренируемся. Потому что я думаю, что Паша тоже подключится, так как скоро лето. Если не хочешь быть толстым, вперед к нам. А у меня там не доготовится. Да. Вот я. Вот он наш ужин, который я уже есть не буду. Потому что времени-то уже очень много. А ты, Пашка. Что такое злой? Проиграли опять? Опять проиграли? Слушай, опять? Мы уже сто лет не проигрывали. Я сказала одному, не возвращайся, пока не выиграешь. Все. Пока. Сейчас будет грустно, знаете, ходить, как всегда. Мы проиграли, все, жизнь-то кончена. Какой счет? Не надо, фу-зарится, не надо. Не будет говорить. Очень стыдно. Очень. Кстати, смотрите, все надо все еще. Вы знаете, все покупают шары гелевые, чтобы на потолок они там к потолку прилипали. Самое прикольное средство – голова. На черт все держится, как плиты. В общем, что хотим сказать. Сегодня был такой день простой, простой. Мы провели его почти весь день дома, потому что погода не очень была. И у меня была работа, у Паши футбол. Вот, да, бывают и такие дни у нас. Но я думаю, что завтра, послезавтра будут выходные и должно быть что-то прикольное.